Всем привет, друзья! Сегодня рассказ о том, как самому сделать корпус подшипника без токарки, не обращаясь к токарю. В моём случае это будет корпус сразу для пары подшипников. Новый трубогиб рассчитан на очень серьёзные усилия. Но по такому же принципу делается корпус и для единичного подшипника. Итак, для начала из водопроводно-двухдюймового трубы надо сделать 4 заготовки шириной по 30 мм. Для подшипников другого диаметра наружного, не 204, надо будет подбирать другую трубу. Все 4 заготовки разрезаются поперёк в месте около заводского сварного шва. Его легко определить. На внутренней поверхности он выделяется. Дальше берём две заготовки, которые будут внутренней частью корпуса. И вырезаем сегмент хорда примерно 30 мм. Так, чтобы сварной шов вот этот ушёл. Ну а после этого начинается самый, наверное, интересный этап работы. Это подгонка вот этой окружности трубы под диаметр, наружный диаметр наших подшипников. Берём сразу пару подшипников, если вы делаете корпус для двух. И в тисках потихонечку, не торопясь, с разных направлений сжимаем. Напомню, это внутренняя часть корпуса будет до тех пор, пока он не примет форму нашего подшипника. Когда подшипники начали заходить в эту форму с усилием, она готова. Теперь на эту внутреннюю часть корпуса одеваем другую заготовку и подгоняем по одному краю. А теперь необходимо изготовить проушины. Я их делаю с полосы 25 на 4. Их удобно разметить и засверлить прямо на полосе, а потом уже разделить её на отдельные части. Напомню, что каждую схему вы можете поставить на паузу и сфотографировать для работы. Или сделать скриншот экрана и потом распечатать его. Вот мы должны получить 4 таких проушины. Теперь на ровной поверхности прикладываем все части нашего корпуса и смотрим, чтобы все края были подогнаны точно и прилегающие поверхности друг к другу. Стягиваем их болтом М6 и гаечкой М6. Гайка потом приварится к проушине. Она так и останется на корпусе. Теперь нужно сделать прихватки сваркой в тех точках, где все три части нашего корпуса будут соединены между собой. Перед этим нужно вложить подшипник в корпус. Но сразу после прихватки подшипник нужно убрать. А после этого уже можно обварить корпус окончательно. При этом аккуратно прихватываются и наружные края гаек. Гайки теперь останутся приваренными к корпусу. После зачистки необходимо завалить отверстие, в которое будут вставляться болты, для того, чтобы они входили в гайки без перекоса. Сверло берем чуть побольше, теперь 6,5, чтобы у болта была свобода. Вот в принципе и вся инструкция. Наш корпус готов. Дальше каждый его использует по своему усмотрению. В моем новом трубогибе, ролик с чертежами, о котором будет готов уже, но прямо скоро, этот корпус приваривается к регулируемым тягам. А две пары подшипников с каждой стороны ведущего вала позволяют легко гнуть даже одновременно две трубы 40х20, поставленные на ребро. Как всегда, это будет видео с подробными чертежами и с инструкцией по изготовлению. Конечно, монтировать такой ролик долго и муторно, но осталось уже немного ждать. Всем спасибо большое и до встречи!